Елена Миллер Культурная жизнь Кемерова просто кишмя кишит разными событиями, но мне все же ближе театр во всех видах и свой театр, естественно, для меня на первом месте. На этой неделе мы отмечаем 20 лет нашего коллектива. Такого залпа интересных мероприятий для зрителей еще не было никогда. Например, акция «С букетом бесплатно». То есть приходит зрительный спектакль, великолепный рогоносец с цветами для своего любимого актера и, пожалуйста, проходит и смотрит постановку бесплатно. И это еще не все сюрпризы. У нас приготовлен очень интересный проект, на мой взгляд, должен быть интересен молодежи. Это театральный нон-стоп. Вот всем известно, что кинотеатры идут на такие ходы, формы, когда объединяют показ нескольких фильмов. Мы решили, почему нет, такое может быть и в театре. И объединили два спектакля в один вечер. Я думаю, что молодежи это будет очень интересно. Между спектаклями это не фильм, если просто переставить диск, и можно смотреть за новым, нужно приготовить, конечно, сцену. Приготовиться артистам. Но это время мы займем очень интересными интермедиями и другими событиями в фойе. Думаю, гости не будут скучать. Наши младшие коллеги «Театр кукол» принимают гостей. А почему назвала младшенькими? Да только потому, что сначала зрители приходят к ним в театр, а потом, повзрослев, к нам. Так вот, в наш город приезжает Московский театр «Тут и там». В нем работают всего два актера и одна кукла. Всем знакомый – Петрушка, герой русской народной уличной комедии. Уникальный кукольник. Анатолий Архивов приедет к нам. Как раз будут спектакли у нас в театре. Он будет показывать. С супругой она в качестве ведущего развлекала. Будет пускать шапку по рядам, деньги собирать. Венеция, Канны, Берлин. Эти города знают все кинолюбители мира. Там на фестивале собираются самые именитые режиссеры и показывают лучшее кино. Ах, как хотелось хотя бы раз в жизни побывать хоть на каком-нибудь из этих кинопоказах. И такая возможность теперь есть у кемеровчан. Наши прокатчики приглашают всех нас на фестивальный показ фильмов под названием «От Венеции до Кан». Надо готовиться уже сейчас, заказывать наряды, заказывать там, не знаю, цилиндры какие-нибудь себе, чтобы одевать их. Потому что это действительно культурное событие, которое Кемерово, в общем-то, видит очень редко. Нервных просьб не смотреть. На экраны города вышел мистический триллер с символическим названием «Одиннадцать, одиннадцать, одиннадцать». События фильма разворачиваются при странных обстоятельствах. Ровно в одиннадцать часов, одиннадцать минут, одиннадцатого числа, одиннадцатого месяца из потустороннего мира в нашу вселенную проникает нечто, пройдя одиннадцатые врата рая. Я хочу у тебя кое-что спросить. Тебя когда-нибудь преследовали определенные цифры, возникая перед глазами снова и снова? Одиннадцать десять. Сейчас одиннадцать одиннадцать. Это точное время смерти Дэвида. На тебя напали в одиннадцать одиннадцать. Библия против предсказания будущего. Кто бы ни пытался привлечь твое внимание, это явно темные силы. Жозеф, помоги! Собор! Что это было? Они здесь. А теперь поближе прошу придвинуться к телеэкранам взрослых. Скоро в Кемерове пройдут первые в истории города гонки на игрушечных джипах, талакарах. Будущие шумахеры и Петровы от двух до пяти лет готовьтесь к участию в ярком шоу с призами, сюрпризами и сказочными персонажами. Как поет один из известных дуэтов, как тут ни крути, но мы не пара. Другая пара вокалистов никогда так громко и во всеуслышании не отрекалась друг от друга. Виктория Толышинская и Александр Шоуа просто и со вкусом назвали себя не пара. Самые непонятные странные исполнители российского шоу-бизнеса поют на сцене филармонии. Сообщила вам столько культурной информации. А если вдруг кто-то что-то не запомнил, подождите немного. Сейчас я с вами попрощаюсь, а после этого на экране появится текст афиши. И можно будет вспомнить все, о чем я вам эти шесть с лишним минут рассказывала. С вами была Елена Миллер, актриса театра для детей и молодежи. Пока! До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»